Проект СВИД «Сказки для взрослых и детей» представляет Андрей Деткин «О жерелье зоны» читает Олег Шубин Обработка звука, сведения и музыкально-шумовое оформление Владислав Каменев Это вторая книга о похождениях Грифа и Явы. Первая в трилогии называется «Ржавый ангел». Глава первая. Судьба Зона, она не меняется. Все такая же унылая, опасная, жестокая и непонятная. Что в ней может нравиться? Что притягивать? Что за магнит здесь скрыт? Нет. Большинство сталкеров стремится урвать себе, вырваться из ее цепких объятий и больше не возвращаться. Забыть, как страшный сон, выкинуть из головы, если, конечно, получится, и не вспоминать. Что со мной не так? Может, это вирус, болезнь, психическое расстройство, зависимость? Думал Алексей, шагая по зараженной земле. Он водил взглядом перед собой, подобно миноискателю, рассматривая сухую траву, плешины, кочки, палый лист, порой ржавые гильзы и кости. Время от времени запускал взгляд ищейкой далеко вперед, по изломам гнилого леса, по буграм и рытвинам, по моткам ржавой проволоки, по рухнувшим опорам лэб, подымящимся ядовитым гатям. Тралил замшелые развалины мехбазы, скрученные в узел мачты освещения, растрескавшийся, затянутый мхом асфальт, лужи и канавы на подъездной поросшей дороге. Высматривал аномалии. Все ему здесь не сказать, чтобы нравилось, но притягивало какой-то особой силой. Словно заложенный в нем код саморазрушения совпадал с кодом той заброшенной, зараженной, убивающей территории, по которой он шел. Между ним и зоной существовала связь, необъяснимая обычным пониманием, инфернальная, мрачная. Алексей ее чувствовал, и связь эта была как между палачом и приговоренным. — Эта судьба, — подводил Алексей черту, — не в силах разъяснить себе этой самоуничижительной тяги. Такова моя судьба. И уже не искал никаких вариантов и возможностей сменить положение вещей, попытаться вывести нить из-под лезвий айсы. Там, за кордоном, у меня ничего и никого нет. Я не знаю, как там жить. Не научили меня. Даже одним глазком не дали посмотреть, как надо. А здесь — гриф. При упоминании грифа терзание и поиск своего места в жизни прекращаются. Все становится предельно ясным и однозначным. Размытый горизонтом взгляд возвращается под ноги, и нечеткие очертания облаков, полей, городов, людей сменяются сухой никовой травой, черной землей, притвенными мхом. Алексей еще не привык к мерцаниям, от которых мороз по коже идет. В такие моменты, которые, надо признать, случались редко, всего раза два, от силы три, гриф словно развоплощался, из человека перетекал в нечто аномальное, неживое. Гриф объяснял, что его мерцание совсем не то, что у Федорыча. И потому, как он заглядывал Алексею в глаза, было видно, хочет, чтобы парень ему поверил. Пойми, Ява, я в полном порядке. Старик побывал в самой эпицентре, поэтому стал таким. Меня же он притащил на краешек и всего на минуту, при этом нашпиговал нужными артами, как печеную утку яблоками. Они снизили вредные воздействия. И только. От боли меня корежило, все равно, что фантик над пламенем. Я отключился, а потом еще два дня колотился в лихорадке. Федорович, он где дан что надо, лечил меня, отпаивал какой-то горькой хренью. Помню, подходил, поднимал своим трясущимся пальцем мне века, заглядывал, что-то хотел там увидеть. Наверное, ухмылялся сталкер, убеждался, не полупались лизенки мои. Тогда Грифу было не до шуточек. Ему казалось, что лежит в темной палатке, а время от времени кто-то заглядывает и задирает полок. Яркий свет врывался в покойный мрак и причинял невыносимую боль. Казалось, раскаленная игла через глазницу пронзала мозг до затылка. Гриф выжил, и теперь мог кое-что такое, что не могут другие. Он определял аномалии еще до того, как просыпался Виллис. Слепых псов, зомбиков, кровососов и прочую мутатень чувствовал задолго перед тем, как их замечали другие. Или не замечали. Более того, ему не надо подзаряжаться. Хватало маленького кусочка обелиска, который он постоянно носит с собой, вшитый в нарукавный карман. Он ни в коем случае не считал себя черным сталкером или сыном зоны. Относил себя к обычным смертным и, как прочие представители своего вида, мог надираться, быть не в духе, мог умереть от болезни или ран. Дела шли в гору. После нескольких рейдов с Грифом счет Алексея у Гейгера заметно возмужал и мог сравниться с ветеранским. И все шло гладенько, на мази, нормуль, чики-пики, пока Гриф не заговорил о бункере. Он никак не мог взять в толк, как так получилось, что в тумбочке, на которой стоял торшер, причем горящая лампа его нисколько не смущала, мог взяться заряженной ТТ. Сталкера не покидало чувство подмены, какого-то фокуса, обмана. Аномалия, черт ее дери, какая-то не такая, избирательная до невероятности. Мало того, что выворачивает карманы, так еще людей изымает из разных мест. Не давала она ему покоя все равно, что чесоточный зуд. Гриф не говорил этого слова, но потом все же проболтался. Дело было в передозе. Они вернулись с рейда, как уже стало обычным, с хабаром. Гейгер горящим цепким взглядом перебирал цацки, хотя при этом старался держать скучное лицо. Стоял в полоборота, с интонациями, не заинтересованного ростовщика, предлагал цену. Не то чтобы совсем бросовую, но и невысокую. Гриф не торговался, и поэтому Гейгер забирал все. Гомофоз мягонько лег на макарошки, пьяный гул, всплески гогота, повсюду раскачивающиеся бревна в камуфляже, заунывные страдания под истерзанные струны гитары, душное тепло, запах каши, армейский уют, и в завершение нудный осенний дождь. За окнами надавили на ту клавишу, под которой таилась сокровенная. Гриф впервые изрек то самое слово, и слово это было «эксперимент». Потом были и опыт, и испытания, и кролики, и подстава, и пидорасы. В тот вечер Гриф заговорил о своих подозрениях, которые мучили его с того памятного дня, когда он очутился в бетонной кишке под землей на глубине десяти метров под тусклым пыльным плафоном в компании трех подозрительных типов. «Все это неспроста ява», вещал Гриф заплетающимся языком. «Это яйцеголовые», тряс он наседательно пальцем. «Ставили свои чертовы опыты! А нас...» Теперь палец мотылялся между ними. «Использовали как кроликов, как лабораторных макак. Понимаешь, и это обидно, ява!» «Блин, без разрешения!» «И бабла даже не дали!» Бутылка дважды качнулась над стаканами, переливая горькую. «Бункер! Это та печка!» Гриф в упор смотрел на парня, «от которой надо плясать!» «Оттуда все началось...» «И закрутилось!» прозвучало вместо тоста, и гомофоз благополучно перекочевал в желудки. Закончил Гриф свой пьяный бред тем, что не будет ему покоя, пока он не разберется и не рассчитается. Алексей же думал о другом. Потерял Гриф ниточку, которая его вела. Дочь вылечил, денег предостаточно, болячки затянулись, и все у него в порядке. Скучно ему, стремится не к чему, вот и выдумывает. Да и бог бы с ним, пусть разбирается, что там не так, и кто кого кроликам или еще как сделал. Так он его с собой тянет. Не может Алексей отказаться, вот в чем дело. А у Грифа уже и план готов. «Понимаешь, Ява», говорил он доверительно под навесом элеватора, продолжая ранее озвученную и оттого уже некрамольную мысль. «Ничего сложного там нет. Дорожку мы знаем, и что ждет на ней тоже. Это в первый раз стремно. Более того, мы с пухами и в снаряги пойдем на обратном пути артов надыр, ибо им какая нафиг разница, куда за хабаром топать. Сталкер затянулся сигареткой, взглянул на сухой, косматый бурьян за поваленным забором, выпустил белесые струи ноздрями, продолжил. «Туман собака все карты портит. Такая сволочь, что нет от него защиты, и пришибить не знаю как. В каждую щелку влезет». Гриф рукой показал змейку, в сердцах бросил бычок, придавил каблуком. «Надо нам Ява что-то против него придумать». «Ну, может, обойти?» сказал Алексей первое, что пришло в голову. «И рад бы предложить что-то дельное, в кои-то веки Гриф с ним советуются. Но хоть бы какая-нибудь мыслишка завалящая пришла». «Попробовать-то можно», задумчиво произнес сталкер, будто всерьез рассматривал ценный совет. «Только случись что, можем и не убежать. Надо что-то навернякское, типа транспорта, такого, чтобы вездеходил и герметичил». «Как плавающий танк?» Алексей засветился от удачной мысли. «Можный танк, только где его взять?» Гриф хитро стрянул взглядом в сторону парня. «Атомный, атомный танк!» воскликнул Алексей. «А ты, парнишка, кумеякаешь!» похвалил Гриф. «Как эта мысля мне самому в голову не пришла?» «И сходу, без заминки. Только здесь имеется несколько заковык. Первое, насколько я помню, Федорович говорил, что силовая установка жахнута. Допустим, что ее можно починить. Но чтобы этим заняться, танк надо стащить с аномалией. И вот тут возникает вторая заковыка. «Как на это посмотрит, Федорович?» «Точно!» Алексей сник. «Он ведь от него подзаряжается». «Правильно, Ява. Атомный старпер нам не позволит. Значит, надо его сдернуть втихую. Быстренько подгоним специалистов. Стой!» Алексей ощутил, как у него горят уши. «А как же, Федорович? Он же может того, ну...» «Помереть без танка?» «Быстро!» «Туда и обратно!» «Ты это серьезно?» Алексей в упор посмотрел на сталкера. С минуту они глядели друг на друга. «Нет, конечно же!» Гриф усмехнулся. «Это была твоя идея насчет танка. Вспомни!» И погрустнел. Идея была не то, чтобы идиотская, а не совсем удачная. Во всем, что касалось танка, Грифа глодали сомнения. На самом ли деле танк неисправен? А если неисправен, то насколько? Можно ли его починить в полевых условиях? Как долго Федорович протянет без подзарядки? И потеряет ли танк после ремонта свои уникальные свойства? Был сталкер уверен в одном. На таком транспорте они точно доберутся куда надо. И при этом ничем не рискуя. Если не считать старика, конечно. Чтобы не идти к бункеру, Гриф уже и думать не мог. Мысленно разобрал печально памятные события на скользкие моменты и теперь перебирал их, отыскивая зацепки, мусолил, как камешки на четках, отполировал до блеска. И все ему мерещилась чья-то рука. Глубокую колею с рифленым протектором они заметили за скотомогильником. По отпечатку Гриф сразу определил хозяина следа. БТР проехал на северо-запад, причем не так давно. Алексей обернулся, нашел взглядом искореженный транспортер, словно убеждался, не чудит ли зона, не прокатила ли свою игрушку невидимой рукой, насмехаясь над ними. Нет. Напоминание о ее коварстве ржавело там, где ему и положено быть. Ничего не поменялось с последней встречи. Может, только ржавчина стала больше, да колеса ушли в землю глубже. «Никак чеховские снабжения наладили», проговорил Гриф, вглядываясь в желтую осеннюю даль под мозглявым небом. «Вроде как в ту сторону след идет», ответил Алексей и тоже посмотрел вдаль, словно намеревался разглядеть на соломенном поле бронированную букашку. «И не бояться ведь?» Алексей мысленно вернулся к БТРу. «Крокодилу». «Думается, дорожка у них там провешена, да и аномалии здесь не густо». «А это правда?» «Ну, что какие-то специальные сканеры для техники появились, которые в десятки раз чувствительнее Виллиса». «Не в десятки, конечно, но появились». «Вот бы нам его...» «Мечтательно протянул парень». «Горбов не хватит такую дуру таскать». «Ну...» протянул Алексей, не находя чем парировать. «Ну-не-ну, давай к лесу чеши», распорядился Гриф. «И жалом по сторонам в воде меньше. На ферме чуть медузу не цепанул». «Где это?» Алексей обернулся. «Где-где?» «В коровнике, вот где». «Когда выходили, там под самой балкой над Воротиной. Ее на свету не особо видно». «Вот видишь, не особо. Но я-то увидел. И хватит пререкаться, раззява». Начинал хмуриться сталкер. Алексей развернулся и молча зашагал к полену, известному им ориентиру, огрызку ели, торчащему метр на три над землей. То ли ветер, то ли ударная волна сломили толстенные дерева в полтора обхвата. Крона рухнула, подминая и ломая чахлый молодняк, а часть ствола осталась, ощерилась щепой. Как-то Алексей приложил к полену ухо. Он услышал непонятный, далекий гул, как будто перестук колес, словно где-то под землей проходил поезд метрополитена. Гриф не стал проверять слова парня. Пожал плечами, сказал, «Черт его маму знает». «Зона, Ява! Зона!» Дальше, на северо-восток, вдоль опушки леса, через 300 метров их ждала залипуха. Бугристый, темно-серый нарост, на вид твердый, с бордовыми прожилками, похожий на опухоль. Из него по ободранному, обмусоленному стволу вытекала и сочилась темно-рыжая слизь. Они так и не пришли к единому мнению, растение это или животное, но сошлись в другом. Это, несомненно, паразит. По-первых, Алексей порывался срубить пораженное дерево, чтобы прекратить его муки, а затем сжечь опухоль. На что гриф покрутил пальцем у виска и, соизвляющей с нисходительностью, сказал, «Тогда, жалостивый ты наш, тебе придется завалить весь лес. В нем, если посмотришь внимательнее, нет ни одного здорового дерева. Каждое, сталкер указал пальцем на ближайшие деревья, больное той или иной заразой». Алексей понял идиотизм своего гуманитарного порыва, смирился, и потом, каждый раз, проходя мимо, сталкеры только спорили, насколько нарост выше вскарабкался и как скоро доберется до макушки. А если доберется, что будет делать потом? Алексей шел по прокаженной земле рабочим шагом, немедленным, неторопливым, таким, при котором мог разглядеть и почувствовать опасность. Он двигался первым не потому, что был отмычкой, а потому, что еще числился в учениках, достигнув лишь первой ступени чувствительной мембраны и железного очка. При исполненной непостижимой мудрости сенсей гриф произносил наименование своего учения с многозначительным глубокомыслием, без капли иронии и двоякости, чего требовал и от послушника. Долгое время при упоминании оного на лице Алексея невольно возникала улыбка, но под строгим взглядом он сдерживался и смирялся с духом. Гриф был скуп на разъяснения и по большей части практиковал. Любил разъяву, в которого временами превращался Ява, ткнуть носом и наглядно показать, где собака зарыта. От крапивки гриф отказался как-то сразу и без сожаления. Говорил, мозги от нее рыхлеют. Тем более с чудесным исцелением поджелудочной надобность в обезболивающем пропала. Табачок сталкер оставил. Субтитры создавал DimaTorzok